Всем привет! Этот урок называется «Как эксперту объяснить, что такое онлайн-школа и заразить его идеей создания своей онлайн-школы?» Рассказать про преимущества онлайн-образования. То есть эксперты, они разделяются на два типа. Первое, которые знают, хотят создать свою онлайн-школу, знают, что это такое. А другие такие типа «Блин, нахрена мне онлайн-школа, у меня все хорошо». Ну, или вот, может, даже если не все хорошо, но я не знаю, что такое. Нужно рассказать, что такое онлайн-школа. Как рассказать, что такое онлайн-школа? Блин, ну, мы вот сейчас для вас это рассказываем, но до этого, до предыдущих потоков этого не было. Мы поняли, что, ну, окей, нужно, значит, в своих школах все же понимать, что люди учатся разные. Есть люди, которые, ну, творческий мозг, они сами легко объяснят. А есть люди, которые учатся, которые, ну, как бы, не понимают. Им нужно дать пошаговый план. Поэтому, глядя на наш опыт, что мы берем, для вас записываем такой условно первоклассный, ну, для уровня первоклассника, вы тоже в своих школах тоже разделяете и понимаете, что вам нужно разжевывать материал. Тот, кто понимает, прокрутит, а тот, кто не понимает, будет благодарен. Соответственно, вот если вы такие думаете, блин, ну, действительно, как объяснить, что такое онлайн-школа? Мы обычно это объясняем. Серега, расскажи. Ну, да, то есть люди понимают, что они хотят в онлайн, да, что, к примеру, помнишь, когда вот с Высоцки мы встретились, да, то есть мы встречаемся, ну, вот Высоцкий один из наших сейчас экспертов в продюсировании, встречаемся в Нью-Йорке и говорим, что, ну, блин, у вас такая программа классная, но вот почему в онлайне-то нельзя ее делать? Он говорит, ну, а в смысле в онлайне? А что там в онлайне можно делать? То есть он где-то отдаленно как бы понимает, что онлайн – это там много людей. Типа как можно учить пение онлайн? Да. Что, о чем вы говорите? Да, то есть для экспертов, которые уже выше там, ну, там 45, наверное, лет, для них уже как бы это сложно. Им кажется, что, ну, вот их какой-то метод или там вот их предмет, которому они обучают, вот их сфера, ее в онлайн перенести невозможно. То есть на самом деле это очень многие из них это думают. То есть если эксперт еще не онлайн, если у него нет, наверное, школы, то, скорее всего, он мамонт, и он консервативный, и он думает, что его методику невозможно передавать как-то по воздуху. Он думает, что вот так вот сидя и объясняет. Но он где-то слышал, что там интернет, там миллиарды, там молодые миллиардеры, Бентли, женщины там и так далее. То есть он как бы понимает, что интернет – это там много денег в перспективе, это там масштабирование очень быстрое. Но как это сделать? Вот, поэтому, то есть он как бы где-то это отдаленно слышал. И он примерно представляет, да, что, и вы также можете ему рассказать, что, ну, вот как вот вы преподаете, в классе, да, вот есть ученики, есть там преподаватель, он там учит, преподает. Потом дальше появился интернет, появился скайп, там стали возникать группы в скайпе, да, групповые созвоны. Соответственно, есть преподаватели, есть группа, там преподаватель также обучает английскому группе, или там преподаватель обучает там один на один по скайпу. Потом дальше шагнули технологии, и стали еще круче, стало очень много там автоматизации, игровых механик и так далее. Я на самом деле обычно эксперту это объясняю так вот, к примеру, недавно мы с Ксенией Собчак общались, и там надо было быстро ей объяснить, что такое онлайн-школа, да, и я говорю, ну, то есть, там, а вот почему бы Ксении Собчак не зарабатывать дополнительно 2-3 миллиона рублей в месяц, ничего не делая? Ну, это же всем вообще людям интересно, там, ну, даже хотя она там и делает по месяцу, там, чистыми, может, миллионов 10, 2-3, это, ну, это прикольно для всех 20%-30% это прирост Да, 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 да даже если миллион, это уже ей интересно И, соответственно, так, опа, да, интересно, то есть, внимание, так вот, заточилось Ну, а что, что надо делать? Ну, вот надо будет, там, разово записать уроки, надо будет, там, придумать какой-то метод Ну, даже, на самом деле, в большинстве случаев метод не надо придумать То есть, надо будет разово записать уроки и выступить лицом на онлайн-школе В принципе, вот, все И мы так вот делали несколько раз с экспертами, это очень хорошо работает Там может быть разная степень вовлеченности, может быть, просто что, эксперт запишет уроки один раз Вы ему заплатите какой-то фикс, и все И там подпишется с ним договор, что интеллектуальные права собственности приходят там вам Он, ну, висит, там, лицом на вашем бренде, там, на вашем продающем тексте, и все А бывают случаи, когда, там, он проводит, например, там, живой вебинар, ответы на вопросы раз в неделю Да, вот это, как бы, ну, за это можно платить ему какой-нибудь процент Но иногда это 50 на 50, да, это очень легко договориться с экспертом 50 на 50, и, там, полетели Вот, то есть, и мы ему объясняем, что вам нужно будет разово записать уроки Мы ваше лицо будем использовать, там, на рекламе и на продающих текстах И раз в неделю, там, вы проводите живой вебинар, ответы на вопросы Все остальное делают кураторы, то есть, мы донанимаем преподавателей Донанимаем, там, инструкторов, которые будут организовывать, там, разную геймификацию Игровые механики, рейтинги и так далее И получается, что у вас целая образовательная система, где люди будут обучаться, например, там, пению Или, там, говорить на иностранном языке, там, прыгать оле на скейтборде, там, или, там, правильно общаться, там, с ребенком, подростком А вам нужно будет один раз только записать уроки И дальше, там, два сценария Или, там, вы получаете деньги пожизненно, скажем, это, может быть, 15% с продаж Да, здесь возвращается следующий урок, который был в фундаменте, где мы рассказываем про схему взаимодействия Где есть три схемы, сотрудник, партнер и фрилансер Соответственно, вот, в зависимости от того, какую схему вы с ним Вот, в одном из уроков, в этом модуле, вы посмотрите, где мы объясняем, как вести переговоры Как решить все же, по какой схеме работать А сейчас мы обсуждаем, как, вот, в целом, как бы, в разговоре Если что-то ты понимаешь, что эксперт не понимает, что такое онлайн-школа Как ему объяснить, что такое онлайн-школа и рассказать про преимущества Соответственно, онлайн-школу, вот, мы, как правило, рассказываем на школе английского Вот раньше был вот кабинет, стул, стол, там, тренер Либо он идет для большой группы, либо один-на-один С приходом интернета появился скайп Можно делать то же самое, там, в скайп, в one-to-one, либо скайп для многих, типа, в зуме А можно записать уроки и выложить это все в доступ по пакам В learning management system, в системе управления контентом И давать ему доступ Соответственно, чтобы были кураторы, были какие-то встречи И ты объясняешь, что, вот, к примеру, если вы в кабинете, то вам нужно арендовать кабинет Если вы пришли в скайп, уже хорошо, вам не нужно арендовать кабинет Но все равно вы тратите свое время Либо на одного человека, либо на группу Каждый раз вы рассказываете одно и то же Вы как попугай А эксперты многих это надоедает У них самооценка низкая, из-за того, что они каждый раз вынуждены рассказывать одно и то же А вы говорите Чувак, ты можешь один раз это записать, а потом просто отвечать на вопросы И то, часто задаваемые вопросы, их тоже можно записать Если у вас есть вопросы, вы перед тем, как мне задать вопросы, посмотрите список часто задаваемых вопросов И таким образом мы сейчас подходим к преимуществам Первое преимущество – это экономит время Второе преимущество – это ты не чувствуешь себя попугаем Тебе не нужно каждый раз пересказывать А экономит время почему? Потому что, опять же, ты записал уроки, и они у тебя записаны И ты только отвечаешь на какие-то, ну, просто делишься своим личным временем Ты уже продаешь доступ к своему телу Но не к телу попугая, а к телу личности Который может рассказывать про кармический менеджмент Лечить затыки людей А уже кураторы и ваши подмастерия Они уже могут отвечать на простые вопросы То есть, вы уже эксперты говорите Вы взращиваете, вы становитесь верховним экспертом Вы строите школу целую Вот, и, как в одном из уроков Вот я его сейчас переслушивал Еще очень важно, там, ответвление Переслушать свои уроки и понимать, как улучшить Вот мы сейчас переслушали предыдущие уроки Поняли, что мы можем улучшить И вот Сергей сказал Вы своему эксперту дарите радость и счастье Вы несете радость и счастье в дом эксперта И вот вы должны понимать Вот на этапе, когда вы ему объясняете Вы говорите, да блин, у вас станет больше времени для семьи Вы себя больше будете уважать Вы будете ценить себя Чек будет расти И тут на конкретных примерах Вот почитайте, послушайте Про кейс астролога Которого Сергей продюсировал У которого его гонорар за час Вырос с 6 тысяч рублей до 100 тысяч рублей Он продолжает расти То есть, ну, представляете Вы эксперты объясняете Вот есть Дмитрий астролог Смотрите, у меня методики от Сергея Капустина Сергей Капустина своего эксперта за год Вырастил из 6 тысяч рублей до 100 тысяч рублей Но при этом он за 100 тысяч рублей Только работает с теми Кто ему интересен Либо еще предварительно нужно собеседование пройти Чтобы попасть ко мне на консультацию Вот У него есть автоуроки Соответственно, когда Ну, автовебинарные уроки Либо уроки предзаписанные И он не ведет уроки вообще У него есть куратор, который отвечает на вопросы Он просто лицо Который пишет посты Только потому, что ему классно И работает он максимум 2 часа в день И то потому, что ему хочется действовать И потому, что он больше бизнесовый Хотя до этого он постоянно проводил Живые выступления, живые обучения Когда Сергей его нашел Он говорит Слушай, ну, ты скоро сойдешь с ума Они были на Бали На Пангане На Пангане И все едут куда-то тусить А Дима сидит, проводит вебинары Он был таким заложником Соответственно, одно из преимуществ Это вы перестанете торговать своим временем То есть эксперты, они в целом как бы бедные люди На самом деле Потому что они попугаи Они торгуют своим временем Потому что, ну, либо ты выступаешь Ты покупаю твое время А тут ты, у тебя есть там целая школа Вот И здесь еще преимущество сейчас добавишь? Ну, хочешь сказать, да Что для некоторых это предназначение Они там, ну, любят вкладываться Но действительно, вот какие-то вещи повторять Ну, просто надоедает Поэтому, да, это экономия времени Что тебе не надо, там, обучать вживую А ты можешь свое знание запаковать В какой-то курсе Он будет масштабироваться То есть это очень сильный такой плюс При том, что многие эксперты На самом деле, вот если они более молодые Там, да, не берем старую гвардию То они уже проводят какие-то вебинары И их здесь надо заинтересовать Ну, а что тут у меня там, типа, все есть Там, да, ну, зачем-то Ну, я и вебинары тоже провожу Ну, можно сказать, что Продюсер по-любому нужен эксперту Это первое А второе, что, ну, можно спросить А сколько вы зарабатываете? Да, то есть, там, ну, обычно это 150-300 тысяч рублей И, там, ну, не больше То есть один эксперт в одиночку Ну, очень тяжело цифру какую-то более большую зарабатывает И здесь уже можно объяснить про то, что Там, ну, высвободится свободное время То есть правильная запаковка Это то, что, ну, это будет работать команда Соответственно, проект будет масштабироваться Там в сто раз быстрее То есть это тоже очень сильный бонус и плюс Потом, ну, я буду чисто заниматься организацией Чтобы вы максимально занимались Созданием офигенных качественных уроков Там максимум поддержки И доведением людей до результата То есть, ну, и плюс это роли разные Есть роль эксперта, который отвечает за продукт, за результат Есть роль продюсера, организатора Который, ну, все процессы делает И чтобы это работало